Новосибирск Коротко о заметных событиях Чтобы вы были в курсе И не упустили важное На неделе заметно подтопило Некоторые районы области В Краснозерском работала группа спасателей Помогали жителям потопленных домов Взрывали затороопасные участки Три, два, один Взрыв Также к концу недели вода пришла Еще в три района Машковский, Новосибирский и Тогучинский Где подтопило более 200 участков В то же время стабилизировалась обстановка В Качковском районе Губернатор отметил слаженную и оперативную работу Всех служб и призвал готовиться К любому развитию событий А тем временем в самом Новосибирске В конце недели спасатели, власти и представители Дачных сообществ сверяли часы Насколько готовы к возможному приходу большой воды Ориентировались в том числе на сильный поводок 2015 года, крупнейший за полвека Тогда залило тысячи садовых участков В Советском и Первомайском районах На берегу Аби Новосибирская ГЭС сегодня готова полностью К прохождению половодно-поводкового периода Сформированы необходимые бригады, персонала и спецтехники Для проведения неотложных работ Ожидается, что не должно привести Никаким подтоплением, затоплением в Нижнем Биафе Чтобы больших бед не принесли малые реки Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы На днях очищали от мусора русло Ельцовки Открывали путь талым водам Несколько лет назад там уже проводили генеральную уборку Обустраивали берега и устанавливали специальные решетки Чтобы было проще выуживать крупногабаритный мусор И вот он снова накопился Понятно, что шины, старая бытовая техника, остатки стройматериалов Не упали с неба на дно речки Все это вывалили буквально у себя под носом жители близлежащих домов Не на полигон же вывозить в самом деле Отмыть город к 9 мая Задача, которую ставят городские и областные власти каждую весну Удобный ориентир к этому времени И окончательно уходят признаки зимы И зелень появляется И, понятно, масштабный праздник, в который ударить в грязь лицом Уж точно никому не хочется Вот и сейчас губернатор Андрей Травников И исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов Напоминают хозяйственным службам об этом дедлайне С оговоркой Приводить городские улицы в порядок Ничто не мешает прямо сейчас В Новосибирске объявили Месячник санитарной уборки Продолжают латать ямы на самых напряженных участках На неделе отчитались Завершили ямочный ремонт на одной стороне Октябрьского моста В направлении левого берега Большие работы развернули в Дзержинском районе Для временного ремонта проезжей части используют рециклер В него засыпают крошку из старого асфальта Смешивают ее с битумом Нагревают и заливают в ямы Такие заплатки продержатся до полноценного обновления дороги К сожалению, проблема дорог в Новосибирске как никогда актуальна Потому что очень большие ямы Тяжело ездить в таких условиях Надеемся, что все будет улучшаться Что когда подумают о жителях города И улучшат состояние дорог Буквально 20-30 минут даем остыть готовому асфальту И все, и полотно готово к дальнейшему использованию В течение года держится проведенный ремонт Все зависит от погодных условий Качество проведения работы довольно-таки хорошее Потому что асфальт сам по себе горячий И тут же он выгружается на место работы На саму яму Что не остывает, не позволяет остыть смеси И тут же укатывается все После наступления стабильного тепла Дорожники приступят к полноценному ремонту проезжей части В этом году по нацпроекту в Дзержинском районе Планируют обновить улицу Гоголя От проспекта Дзержинского до Трикотажной И улицу авиастроителей от Трикотажной до Учительской А в Кировском районе с нетерпением ждут большого ремонта дороги и трамвайных путей на улице Мира Эти работы разобьют на два года За полмиллиарда рублей подрядчик должен восстановить участок длиной более чем 2,5 километра Заменить покрытие на проезжей части и тротуарах Установить светофоры, знаки, нанести разметку Главное, на радость пассажиров трамваев Наконец заменят рельсы Уже в начале грядущей недели, 16 апреля, депутаты Гурсовета Соберутся на сессии, чтобы выбрать нового мэра Напомню, после отборочного тура остались два кандидата Замгубернатора Максим Кудрявцев и депутат Игорь Украинцев Оба прошли через сдачу документов, тестирование на знание законов и нормативных актов Представили свое видение дальнейшего развития Новосибирска И функции главы муниципалитета Вот как раз эти программы были самой интригующей частью конкурса Их презентовали комиссией за закрытыми дверями Тексты дали только на ознакомление депутатам Гурсовета Так что до последнего времени широкой публике не было известно, какой план действий предложили кандидаты Правда, в середине недели тексты программ слили некоторые телеграм-каналы Заинтересованные могут их легко найти Но еще раньше завесу тайны приоткрыл Максим Кудрявцев Он дал большое интервью горсайту, в котором как раз содержались основные тезисы его программы Вот они коротко Первоочередной задачей нового мэра он считает наведение порядка на улицах Буквально отмыть город к 9 мая По сути, завершить эту работу Ведь избранный глава города должен вступить в должность 26 апреля После генеральной уборки города настроить систему регулярной борьбы с пылью, грязью и мусором И систему муниципального контроля, в том числе с фото и видеофиксацией Для этого нужно сделать работу мэрии, цитирую, более клиентоцентричной Чтобы при принятии решений городские власти четко отслеживали результат с позиции рядового горожанина Кудрявцев предлагает ввести проектное управление, как в крупных компаниях, а в управленцы набирать тех, кто прошел профессиональный путь, что называется от Сахи Еще одно предложение создать проектное бюро при областном правительстве, чтобы навести порядок с проектно-сметной документацией В транспортной сфере приоритет отдает линиям скоростного трамвая, сопряженным с метро и городской электричкой А вот делать улицу Ленина пешеходно считает преждевременным Для начала нужно провести публичное слушание Для предотвращения аварий на теплосетях, как на Левом берегу, кандидат в мэры предлагает проводить плановые учения Для дальнейшего развития парков активнее привлекать бизнес Жители Юго-Западного на днях не на шутку встревожил звук бензопилы На бульваре Победы начали избавляться от деревьев Активисты близлежащих домов обратились к депутатам, а те позвали представителей горзеленхоза Как выяснилось, это санитарная рубка, убирают только аварийные, сухие и больные деревья, готовя территорию к новым посадкам Здесь подгнивает и она начинает падать А раз она начинает падать, то понятно, что это ущерб Ну, в общем, мы должны, конечно, такие деревья убирать Мы должны убрать сорняки Это клен и синелистный, который мешает посадкам ценных видов деревьев и кустарников Здесь кустарников недостаточное количество, как вот есть по нормативам Поэтому 1600 практически кустарников мы будем высаживать Они будут формировать живые изгороди, кулисы И создавать, собственно, гораздо более такой декоративный цветной вид всему этому транзиту, всему бульвару А между тем продолжается голосование за территорию, которую будут благоустраивать в следующем году по федеральной программе Напомню, это 8 скверов, парков и набережных в разных районах Проголосовать за один из них может каждый старше 14 лет и имеющий аккаунт на госуслугах Но и не только Теперь возможно принять участие в зеленом голосовании и минуя госуслуги В домовых чатах начались массовые рассылки однотипных сообщений Позвоните в такую-то районную библиотеку на городской номер Там сотрудники помогут вам проголосовать прямо по телефону Нужно назвать номер своего мобильного, на него придет СМС С номером его нужно назвать волонтеру на том конце провода и сообщить, за какую территорию вы хотите отдать свой голос Очень похоже на разводку мошенников, но бояться не стоит Проверил лично, все работает И, кстати, у меня проголосовать второй раз вот таким способом не вышло Мое голосование на госуслугах волонтеры увидели, так что все по-честному Высокую активность клещей прогнозируют в Новосибирске этой весной Соответственно, вырастет число зараженных инфекциями, которые они переносят, предполагают в Центре гигиены и эпидемиологии региона Врачи призывают заранее сделать профилактические прививки Вакцины хватает За первые три месяца прививку поставили более 68 тысяч новосибирцев Уже есть первые три случая нападения клещей в сельских районах области А в прошлом году членистоногие укусили 9 с лишним тысяч новосибирцев Заболели энцефалитом, свыше 100 человек, умерли шестеро пациентов с этим заболеванием И, конечно, несоразмеримо чаще в Новосибирской области умирают от ВИЧ-инфекции Весь апрель по городу будет курсировать тест-мобиль, где можно будет быстро провериться на гепатит С и вирус иммунодефицита человека Полный график работы тест-мобиля и адреса, по которым он остановится, можно найти на нашем сайте Там же очередной выпуск полной загрузки Он рассказывает о том, как сегодня живут новосибирцы с диагнозом ВИЧ И какие мифы о заболевании до сих пор существуют в обществе Обязательно посмотрите 520 мигрантов выдворили приставы из Новосибирской области с начала этого года за нарушение режима пребывания Только за минувшую неделю территорию покинули 65 иностранцев По статистике, больше всего нелегалов среди уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана Один из крупных рейдов прошел в торговом комплексе «Дружба» на Гусинобросском шоссе Там проверили документы у 200 человек Обнаружили среди них не только мигрантов-нелегалов, но и тех, кто уже, будучи гражданином России, уклоняется от воинской обязанности Нашли 13 таких уклонистов, их доставили в военкоматы и поставили на учет Выдачу разрешения на строительство жилья возобновили в Новосибирске после вынужденной паузы В начале года прокуратура блокировала получение таких разрешений на участках, где были сомнительны перспективы строительства детсадов и школ С тех пор городские власти все обсудили с застройщиками и депутатами Определили вместе территории, где все-таки получится в ближайшие годы развивать социальную инфраструктуру Там как раз снова дают добро на жилое строительство В результате заключили соглашение с компаниями, по которым Новосибирск безвозмездно получит 6 детских садов на более чем 800 мест Также застройщики сейчас проектируют 11 школ, которые нужно в ближайшее время возвести в самых болевых точках города Делать это предполагают и полностью за счет строительных компаний, по крайней мере детские сады Второй такой в подарок городу сдадут к сентябрю в центральном районе Это была целая история, как мы вместе существуем с действующим детским садиком Ведь его ни на один день не закрывали Здесь вот у нас главный вход Вот здесь социально направленный проект реализует застройщик за свои средства без использования бюджета Это второй уже проект, который реализуется на территории Новосибирска Он этот садик достроит на 90 мест и подарит его городу Соответственно, в какой-то степени нехватка мест будет решена за счет социально ориентированных застройщиков Капитальный ремонт знаменитого 100-квартирного дома на Красном проспекте 16 должны начать в следующем году Об этом сообщили в областном министерстве ЖКХ и энергетики Напомню, 100-квартирный дом – это уникальный памятник федерального значения с 90-летней историей По сути, речь идет о реставрации Поэтому не удивляйтесь расценкам на работы В министерстве заявили, что капитальный ремонт фасада и инженерных коммуникаций обойдется в 118 миллионов рублей Похоже, это будет самое дорогостоящее обновление жилого дома в Новосибирске Без софинансирования один лишь фонд модернизации такие работы не потянет В ближайшее время будут думать, за счет каких именно средств ремонтировать столь знаковое для города здание И последнее Космонавтку Анну Кикину с профессиональным праздником поздравили малыши из детского сада номер 421 Именно они записали для знаменитой землячки трогательные видеоприветствия и передали на орбиту А Анна оттуда, с орбиты, записала ответное видео для ребят И по возвращении на Землю навестила своих маленьких друзей Вот теперь малыши подготовили еще одну искреннюю видеооткрытку, чтобы отправить ее через социальные сети Так, ну что, команда? Ну, поехали! Мы ребята из детского сада номер 421 Имя Сергея Николаевича Робелев Хотим поздравить нашу землячку Космонавту Анну Кикину А я знаю, что Анну Кикину Посвольно печетное звание Летчик-космонавт Российской Федерации Поздравляем! На сайте и в наших соцсетях много интересного, важного и полезного Также по будням в 18.30 прямые эфиры об итогах дня в наших сообществах во ВКонтакте Смотрите, читайте и подписывайтесь Хороших новостей! Увидимся через неделю! Субтитры сделал DimaTorzok